Издательство Бомбора. Океан книг. Люция Ибрагимова. Без стука не входить. Как установить доверительные отношения с подростком и помочь ему повзрослеть? Введение. Я долго думала, как буду писать эту книгу. Вопрос заключался в том, как уместить в ней столько информации, да еще так, чтобы просто и понятно, без всяких там заумных психологических терминов. И решение нашлось. Оно буквально лежало на поверхности. Уважаемые родители, в этой аудиокниге мы с вами будем просто разговаривать. Разговаривать, как на моих консультациях. По-человечески, доверительно и с уважением друг к другу. Открыто и просто. Говорить будем о наших подростках. Они народ непростой и выпьют о том, чтобы мы, родители, обратили на них свое внимание. Вот мы и обратим. То, что вы найдете в этой аудиокниге, это многолетний практический консультационный и групповой опыт. Опыт работы с детьми и подростками, успешно пройденный, в том числе и вместе с вами, уважаемые родители. Только наша совместная работа дает самые долгоживущие результаты. А потому это и ваш опыт. Опыт, часто выстраданный, пронесенный через многие внутриличностные и внутрисемейные конфликты, и через непростую работу не только с подростком, но и над самими собой. Хочу сказать вам за это спасибо. В этой аудиокниге мы поговорим о том, кто такие подростки, что с ними должно происходить и почему это не страшно, что в это время стоит и не стоит делать родителям, с какими проблемами и трудностями в себе и в отношениях с родителями сталкиваются подростки и не только. Поскольку моя практика – это работа с непростыми подростками, которые уже успели пройти через многое и наломать дров, в аудиокниге будет рассказано и о том, как этих дров не наломать, как вовремя поймать момент, когда сломан первый сучок, и как родителям помочь своему ребенку, когда перед нами уже целая поленница. Здесь будет и про подростковое воровство, агрессию, вранье, трудности с общением, разные виды зависимости у мальчиков и у девочек, половое воспитание, первую влюбленность, неприятие своего пола и внешности. Поговорим и о подростковом суициде. А главное о том, что делать родителям, чтобы сохранить свое эмоциональное, психическое и физическое состояние в норме. Иными словами, откуда брать силы. Современная реальность ставит перед нами родителями новые задачи. Но одна задача остается неизменной. Любить, принимать и поддерживать своих детей такими, какие они есть. На протяжении этой аудиокниги вместе мы с вами хорошенечко по этой задаче пройдемся. В мягких тапках и с фонариком. Итак, на старт. Глава первая. Переходя на личности. Часть первая. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки и мальчишки? Здесь мы будем говорить именно об этом. Я начинаю с разговора о личности и ее особенностях, потому что все идет из нее, как бы мы этому не сопротивлялись. Все проблемы из детства? Да, верно. Но само по себе детство это процесс развития личности, как ни крути. И вот эти уже выросшие личности, еще формирующиеся, создают целую массу самых разных систем межличностных отношений. И никак не получится нормально строить отношения с собой и с окружающими, если нет понимания, кто мы есть на самом деле, что в нас присутствует, а чего там точно нет. Иными словами, чего нам ждать от себя и от окружающих с учетом всех личностных особенностей. В этом разделе речь пойдет о самой личности, о ее границах, об особенностях характера и темперамента, о разных типах поведения и восприятия окружающего мира. Здесь будет сказано и о том, кто виноват и почему мы так считаем. Этот раздел о том, с чего все начинается и что с этим делать. Пять основных мифов о подростках. Поговорим об основных родительских убеждениях относительно жизни и интересов подростков. И разберемся, так ли это на самом деле. Вот уже много-много лет родителей пугают, что подростковый возраст ребенка будет проходить для них тяжело и травматично. Все подростки трудные, невыносимые и не хотят общаться с родителями в этот период. Это происходит обычно задолго до того, как подростковый возраст действительно наступает. Родители уже готовы, вооружены до зубов и настроены обороняться. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Но тут есть и обратная сторона. Я приготовился и жду именно этого. И оно, что логично, наступает именно в таком качестве и количестве. Мы сами определяем свою реальность. Ведь всего этого можно избежать. Начинаем избегать. Миф первый. Подростковый возраст это трудно, и подростки не хотят общаться со своими родителями. На самом деле все немного не так, как это может показаться. Мы, родители, с трепетом ждем этого страшного возраста у наших детей. Нас им пугали задолго до его начала. В итоге чего ждем, то и получаем. Реагируем на что-то уже ожидая ответной агрессии или чего-то подобного. Вот и реакция наша больше защитно-агрессивная. Если в этот период не закручивать гайки сверх меры и предоставить подросткам право выбирать то, что они хотят и что им нравится, то можно пережить этот период относительно спокойно и нетравматично. Необходимо дать им право быть теми, кем они хотят. И это нормально, что у подростков может быть плохое настроение, что они не хотят сейчас разговаривать или на что-то реагировать. Каждый человек имеет на это право. Это вполне нормальное желание. Не стоит давить на подростка и стараться заставить его срочно поменять настроение, начать веселиться или перестать переживать. У подростка миллиарды причин так себя чувствовать. Не нравится отражение в зеркале, случился острый период влюбленности, происходят резкие перепады настроения из-за того, что гормоны скакнули и так далее. Не стоит сразу бросаться, спасать и допрашивать. Дайте подростку в этом побыть и дайте ему понять, что если потребуется, вы всегда рядом и готовы с ним поговорить. Но это только при условии, что подросток сам этого захочет. Именно со стремления родителей откорректировать настроение или поведение подростка и начинается его отдаление от родных взрослых. Родителям не нравится реакция подростков. Родители начинают думать, что теряют контроль над ситуацией, что дети их не слушаются. Родителям просто нужно быть готовыми, к тому, что плохое настроение это нормально, что подростки сами не понимают происходящего с ними, что в этот период они стараются разобраться в себе. Не удивляйтесь почти ничему. Если опять плохое настроение, пусть. Нужно просто это отпустить, самостоятельно увеличить дистанцию, шага на два, и не доставать. Можно гарантировать, что при учете всего этого подростковый возраст для вас и вашего ребенка пройдет с наименьшими потерями. Миф о том, что подростки не хотят общаться со своими родителями, тоже немного откорректируем. В принципе, как такового общения между детьми и родителями нет. Иными словами, это общение в повседневной жизни сводится к следующему. Ты уроки сделал, ты поел, ты убрался, посуду за собой помыл, когда придешь, ты не то надеваешь. Не выпендривайся, молчи, я лучше знаю. Это не совсем общение родителей с детьми. Это скорее допрос с пристрастием или чек-лист. В такой манере подростку вряд ли захочется принимать участие в разговоре в роли обвиняемого и контролируемого. А приговор всегда не в твою пользу, проверено. И логично, что такого общения очень хочется избежать. Ведь ты всегда виноват и находишься в заведомо проигрышном, подчиняемом положении. В подростковый период очень хочется свободы и независимости именно от этого. Родители не успокаиваются.